Температура кипения минус 178 градусов. Строго по правилам и с тщательной проверкой. Так в лаборатории завода готовят новую партию кислорода. Причем у медицинского проверочных этапов больше. Технический, он и есть технический кислород. Он не проходит такую тщательную проверку, как медицинский. И все. И баллоны, в которые закачивается медицинский кислород, намного очищаются лучше. Они специализированные, они проверяются, продуваются и очищаются. Месяц назад на заводе запустили новую производственную линию, которую собрали сами. Несмотря на хорошее техническое состояние оборудования, установки пришлось дорабатывать, автоматизировать. Проблемы в первую очередь были в отсутствии квалифицированного персонала по монтажу. По киповской части проблемы у нас не возникало. И полное отсутствие запчастей. Но я думаю, что мы успешно преодолели эту проблему. И можно сказать, что вышли на финальный рубеж. И находимся в процессе пусконаладки. Получили первый продукт. На таком решении предприятие сэкономило около 200 миллионов рублей. На сегодняшний день новая производственная линия продолжает работать в тестовом режиме на 30%. Пусконаладочные работы планируют завершить в ближайшие пару месяцев. После медицинский кислород смогут поставлять в больницы региона еще большими партиями. До 15 тонн в сутки. В напряженный период непростой питобстановки это хорошее подспорье. София Иценко, Алексей Фризин. День с толком.